Здравствуйте! Вы смотрите программу «Большие перемены». Меня зовут Арина Чербатых. И сегодня мы вновь расскажем, какие нововведения появились в сфере образования на Ставрополье. Современная школа. Какая она? Какие навыки можно освоить на внеурочной деятельности в школе? И, конечно, новости образования Ставропольского края. Бесплатное обучение проходит в Ставрополе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания имени Героя России Никиты Гусева. Там можно освоить базовые военные дисциплины за пять дней. Первый в России государственный центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начал работу в июне 2023 года. Открытое по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, учреждение обучило различным дисциплинам около одной тысячи человек. Подготовка проходит по четырем программам. Ставропольцы старше 18 лет смогут освоить начальную, военную и военно-спортивную подготовки, обучиться управлять беспилотниками и снайперскому делу. 4 мая прошел региональный этап чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». В нем приняли участие 280 детей и взрослых. 70 команд первых Ставрополья продемонстрировали мастерство пилотирования дронов в симуляторе, а также проверили свои теоретические знания в управлении и обращении с дронами. В ходе регионального этапа будут выявлены победители. Лучшие команды представят наш край этим летом в финале, который пройдет в Казани. Лучшие пилоты пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях, где смогут применить полученные навыки. С начала реализации национального проекта образования на Ставрополье обновили и построили множество учебных учреждений. Так, например, в Михайловске открыли новую школу номер 25 по улице Прекрасной. Чем она порадует ребят? Давайте посмотрим. В текущем году в январе распахнула свои двери современная школа в городе Михайловске, которая уже получила прозвище «Прекрасная» в честь одноименной улицы. Напомним, строительство таких школ инициировано президентом России и выполняется в рамках нацпроекта образования, который реализуется в регионе Краевым Минобром. Необходимо сказать, что современные школы, они оснащаются современным оборудованием. Это и кабинеты химии, кабинеты биологии, математики. То есть все предметные уроки можно проводить именно на базе современного оборудования. Кроме того, в этой школе имеется тренажерный зал, имеется огромный спортивный зал, имеется актовый зал на 604 места. И актовый зал также уделяется нашим губернаторам, уделяется большое внимание, для того, чтобы это было современное звуковое оборудование, соответствующая аппаратура, для того, чтобы детям было интересно проводить мероприятия, участвовать в этих мероприятиях, что, конечно, развивает их интерес, и, соответственно, дети с удовольствием идут в такие школы. «Наша прекрасная 25» – так ученики прозвали свою школу. И с этим не поспоришь, здесь есть все для физического и умственного развития. Школа дает прекрасное образование, не менее прекрасное воспитание и интересный досуг для детей разного возраста. На широкой территории расположились стадионы и детские площадки для занятия спортом и отдыха. Инфраструктура школы представлена 45 учебными кабинетами, четырьмя спортивными стадионами, детскими площадками. Имеются учебные мастерские, три спортивных зала. Говоря про общеобразовательные предметы, школьникам интересно все. Так, например, девочки благодаря современным швейным машинкам создают различные предметы одежды. Такие навыки наверняка пригодятся в будущем. Показываем. Обработка низа. Все правильно. Правильно. Обработка верха фартука. Умничка. А уже спустя считанные дни юные швеи примеряют фартуки, которые они сделали своими руками. Вот это настоящее удовольствие. Повернись, пожалуйста. Фартук сзади завязан на поясок. Спереди имеется по два защипа, которые определяют линию талии. Помимо творческой составляющей учебного процесса, для школьников организованы увлекательные уроки физкультуры, которые включают в себя занятия различными видами спорта. Уже с начальной школы детям прививают любовь к спорту. И это правильно. Смирно. Здравствуйте. Здравствуйте. В больших и просторных спортзалах ребята осваивают не только гимнастику или общую физическую подготовку, но и практикуют различные виды спорта, такие как футбол, баскетбол или волейбол. Последний, кстати, особенно приглянулся школьникам. Хорошо. А после физической активности самое время подкрепиться. В светлой, просторной столовой питаются школьники всех возрастов и категорий. И плотно пообедать, и перекусить между занятиями. Выбирай, что хочешь. В школе организовано бесплатное питание для обучающихся начальных классов, а также для обучающихся пятых-восьмых классов и льготных категорий. Школьная столовая оборудована современной техникой. А как дела у ребят с внеурочной деятельностью? Ответим так. Ребятам скучать не приходится. Здесь, на внеурочной деятельности, школьники учатся рисовать. Например, для любителей рисования есть кружок художественного искусства. Там, на мольбертах, с кистью в руках, ребята создают свои первые творческие работы. Из свежих рисунки на тему Пасха радуют и преподавателей, и юных художников. Но что особенно ценно, так это знания, которые ребята усваивают во время творческого процесса. Ребята, сегодня мы продолжаем с вами работать над нашими рисунками. Уже мы третий урок с вами занимаемся. И будем рисовать кулич. Работа будет посвящена светлому празднику Пасхи. Скажите, пожалуйста, почему, как правило, мы рисуем свечу, кулич и рисуем какое-то растение? Цветы, деревья. Как вам кажется, почему мы это делаем? Да, Ина, пожалуйста. Это символы праздника воскрешения Иисуса Христа. А библиотека стала местом притяжения не только читающих ребят, но и юных историков. В этом месте проходят большие и маленькие мероприятия, приуроченные к важным датам. Одной из последних стала тема о Великой Отечественной войне. Педагоги в очередной раз рассказали о важности нашей победы и закрепили полученные знания со школьниками. Ребята, как вы думаете, чему посвящен сегодняшний наш урок? Девятое мае! День Победы! А 9 мая это что? День Победы! День Победы! Не обходится внеурочная деятельность и без хореографии. С восходящими звездочками работают грамотные и увлеченные педагоги. Они вкладывают всю душу в воспитание не только физических навыков у детей, но и приобщают их к искусству с самых юных лет. Раз, два, три, четыре, раз, два, не пряжи. Внеурочная деятельность приходится по душе не только любителям искусства, но и юным фанатам цифровых технологий. Обучение управлению квадрокоптером, а также освоение алгоритмов стабилизации полета. Это лишь малая часть того, чему школьники могут научиться прямо в школе. Поднять из одной точки коптер, пройти полосу препятствий на максимальное время прохождения и опустить его в другой точке. Внеурочная деятельность уже давно стала неотъемлемым процессом создания гармонично развитой личности. А это важно. Помимо общеобразовательных предметов, школьникам интересны и другие направления. От гуманитарных наук и искусства до инноваций и технологий. Лишь бы времени на все хватало. Национальный проект образования – это прежде всего инициатива, которая призвана сконцентрировать задачу школы на воспитании гармоничной развитой личности. Ну и, конечно, вхождение России в десятку стран, ведущих по качеству общего образования. Мой любимый урок – математика, потому что она мне нравится, и я хорошо понимаю все темы. Самый мой любимый урок в школе – это технология, из-за того, что мы там шьем и рукодельничаем. Мой любимый предмет – это математика, потому что, когда я перешел в эту школу, мне очень стало, мне получаться очень хорошо все стало. Я начала хорошо писать контрольные и так далее. Ну, скорее всего, биология. Люблю этот предмет из-за того, что в старшей школе будем изучать строение человека, а также уже изучаю данную деятельность, хочу поступить на врача, поэтому мне все это очень интересно. Урок в школе – это русский. Нравится, потому что он, когда я перешел в эту школу, он сразу у меня начал получаться. Мне больше всего нравится история, потому что мы становимся ближе к прошлому. Я был в одном мероприятии, это была Зорница. Там мы участвовали в мероприятиях, в каких-то аптечках была, например, там нужно было собрать все необходимые винты. Я участвовала в мероприятии «Что, где, когда» на 12 апреля, День космонавтики. Это была викторина, и группа из моего класса заняла там первое место. В юнормии мы собираем, разбираем автоматы. У нас есть знаменные группы, они выносят флаги нам на линейке. Так как уже тепло, мы со знаменной группой выходим и поднимаем флаг. Я участвовала в викторине 12 апреля и в агентбригадах занявшись первое место. Мне нравится учиться в этой школе, потому что она новая, красивая. Тут много одноклассников новых, разные учителя. Здесь все очень хорошо, большая школа, новая и очень хорошие учителя. Мне также очень повезло с коллективом и с классным руководителем. Классный руководитель очень добрый и отзывчивый, а одноклассники просто золотые. Я их очень обожаю. В этой школе мне нравится, потому что она просторная, много одноклассников и у меня дружный класс. Мне очень нравится наша школа, потому что здесь все отзывчивые. Да, мне очень нравится учиться в этой 25-й школе, потому что тут очень хорошо, очень хорошие одноклассники, учителя умеренно строгие. Ну и все. Школа, которая нравится детям. Мечта? Нет, уже реальность. После уроков тоже есть чем заняться и совсем не хочется идти домой. На территории школы есть большие площадки как для отдыха, так и для спорта. И такое времяпрепровождение ребята уже оценили на оценку 5 с плюсом. После уроков ребенок чувствует себя комфортно на таких прекрасных детских площадках, которые оборудованы вокруг нашей школы. Проезжая мимо, очень часто люди в транспорте задают вопрос, ну это просто понаслышке, что какие красивые здесь площадки, а можно ли там вообще отдохнуть. Ну, конечно, можно ученикам нашей школы, можно в группах продленного дня. Планов на новый учебный год много. Впереди большая работа по набору учеников на предстоящий учебный год. Можно сказать с уверенностью, ученикам этой школы повезло. В целом, краевые власти стремятся повысить качество образования и досуга юных ставропольчан. Во всех школах ведется качественная подготовка к приему новоиспеченных школьников. Администрация города Михайловска, правительство Ставропольского края делается все возможное для того, чтобы доснастить эту школу. И с 1 сентября будет работать или открыта точка роста для детей, которые дополнительно интересуются. И будет также оснащены цифровыми лабораториями. То есть все это позволит создать современную образовательную среду. Колоссальный прогресс в образовательных учреждениях уже заметен. Все нововведения продолжают внедряться в процесс обучения и делать жизнь педагогов и школьников удобной и, самое главное, продуктивной. Широкие спортзалы, где можно играть в различные спортигры. Большой актовый зал для полета воображения. И, конечно, современное оборудование для качественных знаний в области естественных, гуманитарных и технических наук школьников. Говорят, что школа – это наш второй дом. И как важно проводить так много времени там с уютом. А ребята из 25-й школы города Михайловска знают об этом не понаслышке. Особенно, когда их второй дом такой большой, просторный и уютный. Вы смотрели программу «Большие перемены». Меня зовут Арина Щербатых. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова